Всем привет, ребят! Меня зовут Арина Цивьян и это мое первое видео на YouTube. Я только что зарегистрировалась на YouTube и в этом моем первом видео я хочу рассказать, о чем я буду снимать, как я буду снимать, где я буду снимать, о чем я буду говорить с вами. И что ж, первое, что я точно буду снимать, это будут вызовы, теги и челленджи. Да, я это точно буду снимать, потому что я просто обожаю видео смотреть с тегами, я просто обожаю смотреть видео с вызовами и различные челленджи, я тоже просто обожаю смотреть. Я обязательно буду принимать от вас различные вызовы и их не только буду принимать, но и с охотностью выполнять. Да, вот, но только я с самого начала хочу вам сказать насчет вызовов пару слов. Я хочу вам сказать, что я не буду выполнять такие вызовы, которые закончатся для меня отравлением или же самоубийцем. Такого, пожалуйста, не надо. Вот, ну, то есть, например, вот я видела и даже читала, своими глазами вот этими видела, что Катя Клэп писали, например, вылив глаз лимон или же засунь в рот какашку. Я не представляю, как можно такие вызовы вообще даже придумать, но я не знаю, ну как засунуть в рот какашку? Это же какашка! Поэтому я очень надеюсь, что вы мне будете, конечно же, присылать вызовы, вот, и вызовы должны быть сложные, естественно, но не такие сложные, вот, прям, невыполнимые. То есть, адекватные, хорошие, сложные вызовы. Я очень надеюсь, что вы мне будете такие присылать. Итак, что ж, следующее, я очень хочу снимать путешествия, но путешествия буду снимать не просто, как обычно, то есть, например, я встала, я покупалась, я там, не знаю, покушала, я переоделась, я пошла на ужин. Нет, я хочу не так это все делать. В своих видео путешествия я хочу именно рассказывать, например, если я попала в какой-то стране или же в каком-то городе, то я буду советовать, что там посмотреть, куда сходить, что там можно покушать, какие-то там традиционные блюда, какие-то традиционные развлечения и вот все такое. Потому что, мне кажется, это очень интересно, особенно если ты очень хочешь поехать в какую-то страну, но не знаешь конкретно, что там посмотреть, мне кажется, такие видео, они очень полезные. И также их очень интересно именно делать, потому что, когда ты делаешь видео именно вот о таких вот вещах, ты сам почему-то больше замечаешь, и это просто очень классно. Поэтому я точно буду снимать видео про путешествия, видео про, там, не знаю, всякие колоритные страны. Так что ж, в-третьих, я буду снимать покупочки или же холлы, да, как это называется. Но я буду их снимать не часто, потому что я не супер там часто хожу по магазинам, я бы должна сказать. Так, вот, но я хожу по магазинам примерно раз в неделю. Вот, по выходным. Но я там, знаете, я там покупаю различные крема, вот, или какие-то такие штуки, или же лаки там, то есть немножко там, чисто символически, два лака, и все. Вот, потому что я хожу по выходным, или же с мамой куда-нибудь, ну и с папой, естественно, и с братиком моим маленьким, который, кстати, пошел в первый класс в этом году. Ну, я прям так счастлива с него. Вот, но и также я хожу с подружками, так вот, если я хожу с подружками, то я покупаю чаще всего какие-то лаки. И ходим мы в Гринвич, и люди, которые живут в Екатеринбурге, меня точно поймут, потому что в Гринвич приехать и ничего не купить невозможно. Там, ты точно купишь хотя бы что-нибудь. Вот, поэтому я не буду снимать это часто, потому что, да, я покупаю что-то, но не стоит ради каких-то там, вот я говорю, кремов делать отдельные видео. Поэтому это видео будет выходить примерно раз в месяц. Сейчас я хочу поговорить с вами насчет названия. Я хочу назвать свои вот это вот холлы, я хочу назвать это Little Spender, что переводится как маленькая транжира, так вроде бы. Вот, ну и, в общем, сначала я хотела назвать просто транжира, но одна моя знакомая уже назвала так видео, вот, холлы транжира. И поэтому это может зайти за плагиатство или еще что-нибудь, я такого не хочу. Поэтому, если же вам не нравится название Little Spender, то пишите внизу в комментарии, как вы хотите, чтобы я назвала такое видео. А если же вам нравится, то поставьте пальчик. Я могу снимать просто обычные влоги, вот, совершенно обычные влоги. Например, я не знаю, один день из жизни, или же small vlog, мини-влог, или же еще какие-нибудь такие влоги. И также могу снимать неделю влогов, могу снимать на выходных, могу снимать воскресные влоги. Короче, я очень люблю смотреть влоги, именно такие интересные, да, то есть, если, например, это просто болтовня, скучные влоги, я такие выключаю. Вот. Ну, я надеюсь, что мои влоги вам будут нравиться. В общем, я буду снимать вообще любые влоги, которые вы только захотите. Последнее, что я буду снимать, это будут всякие видеоблогерские видео. Например, я не знаю, если вы попросите снять свою комнату, то есть трюм-тур, я, естественно, это буду делать. Или же, например, что в моем телефоне, или всякие такие различные видео, я обязательно это с радостью буду снимать. Также я буду снимать какую-нибудь кулинарию, или что-то типа такого. В общем, вот. Потом я буду снимать пародии иногда, да, может быть, да. Мне потому что нравится смотреть пародии, и, наверное, поэтому мне самой очень хочется как-то попробовать снять свою пародию на что-то. Точнее, на кого-то. Но вы поняли? И что ж, в общем, я надеюсь, что вы поняли, что я буду снимать просто вообще все, что вы захотите, и это точно. Потому что у меня очень много идей по съемке видео, так как я давно достаточно хотела стать видеоблогером, но все как-то, чел-то не получалось. И сейчас, наконец-то, я просто полна идей, потому что я стала видеоблогером. Ну как, я срегистрируюсь на ютюбе, и начала снимать видео. Это же считается, да? Вот. И поэтому я надеюсь, что такие мои вообще всякие видео вам будут нравиться. И вот. И на это мое видео подошло к концу. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И я рассказала вообще обо всем, что сегодня я вам хотела рассказать. И так что ж, если вам правда оно понравилось, то ставьте мне пальчик вверх, также подписывайтесь на мой канал. Ага. Ну что ж, и также пишите мне за комментарии по поводу моих видео, по поводу того, что мне снимать, как мне снимать. Нравится ли вам этот фон, пожалуйста, напишите. Потому что я, если вам это понравится, то я буду снимать таким фоном. Ну что ж, я вас всех очень сильно люблю. Пока-пока.